Сдача государственного экзамена – процедура волнительная как для выпускников, так и для их родителей. Чтобы лучше понять своего ребенка, более 200 жителей муниципалитета решили принять участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Первый мой ЕГЭ в жизни. Старший ребенок сдает, поэтому я очень переживаю. Хочу пройти, хочу ему рассказать про риски, как себя надо вести, чего бояться, чего не бояться. И хочу результаты свои знать по русскому языку. Продолжительность экзамена всего 30 минут, однако за это время участники акции могут прочувствовать все тонкости сдачи ЕГЭ. Родители также проходят через металлодетектор, регистрируются по паспорту и рассаживаются на специально отведенные места. Конечно, по одному. Сейчас в том киме, который предлагается родителям, там представлено не только сочинение, там представлены все типы заданий, с которыми выпускник встретится на ЕГЭ. И в этом для участников акции есть своя трудность, ведь ЕГЭ они никогда не сдавали. Я заканчивал школу в 2000 году и, по-моему, только с 2002-2003 года министр образования Филиппов ввел ЕГЭ в нашей стране. Поэтому нет, я сдавал обычные экзамены, которые оставались после Советского Союза. Заполнили бланки, прослушали инструктаж и приступили к экзамену. Но не все так просто. За соблюдением всех правил проведения ЕГЭ наблюдают не только в кабинете, но и за его пределами. Все камеры включены. В каждой аудитории также, где сидят наши родители, стоит по две камеры. Вот все на экране у нас сейчас это и выведено. В муниципалитете единый день сдачи ЕГЭ родителями проходит уже пятый год. В этот раз в акции приняли участие пять видновских школ. Родители сегодня, вернувшись с экзамена, помогут ребятам подойти к экзамену, их уже выпускному экзамену, абсолютно без страха перед формой, перед тем, что у тебя заберут в школе телефон, что ты не можешь ничего списывать. И убедят, что самое главное – знание. Ничего невозможного нет. Конечно, любой экзамен связан с волнением. И, конечно, это отличается от той системы, в которой учились мы. Но, тем не менее, я считаю, что при должном уровне подготовки экзамен сдать можно. Буквально через несколько месяцев 918 11-классников и 1959-классников муниципалитета столкнутся с государственными экзаменами. А данная акция станет помощником выпускникам и их родителям в снятии лишнего напряжения, связанного с подготовкой к испытаниям.